здравствуйте друзья я к вам с ночным вопросом доброго времени суток михаил обращаюсь к вам как отцу славянской эмиграции вот сейчас приду к свете и скажу ты у меня мать славянской эмиграции ладно значит если у вас будет пара свободных минут рассмотреть пожалуйста мой план будущей эмиграции то есть мы рассматриваем план я из украины 32 года военнослужащий вооруженных сил украины майор ну тут я не буду лишнего так значит жена двое детей маленькие но достаточно маленький в конце 14 года я находясь в отпуске случайно наткнулся на ваш канал то есть два года назад просмотрев пару десятков видео мои взгляды на жизнь резко из поменялись вот так с тех пор я стал одним из ваших подписчиков в течение 15 16 года я начал ходить на курсы в программирование при университете в 2015 году поступил в университет вот он называет университет я я не хочу просто лишние детали про него светить и в феврале 2017 года закончил магистратуру там по айтичной специальности слушай молодец ты смотри как летом 17 года планирую улететь в загранкомандировку там по линии оон с целью заработать немного денег после возвращения хочу попытаться уехать семьей в сша по туристической визе ну а дальше подать на политическую бирже рассчитываю что денег заработанных в африке должно хватить на первые 6 9 месяцев около 25 30 тысяч долларов да друзья я хочу вначале сказать что обращение очень трогательное то есть вот как отец отцом славянской эмиграции меня еще никто не называл и но раз так вот такая фраза была значит я тогда может быть немножко поговорю на эту тему прежде чем мы рассмотрим конкретно план там с планом как раз несложно все значит я долго значит шел к тому чтобы как-то определиться с моей собственной самой идентификации потому что это не было просто и меня кидала вот в одну сторону в другую я пытался увидеть себя вот тут увидеть там там еще как-то но дальше когда вот школа пошла и когда стало очень много людей у нас из самых разных уголков там бывшего ссср там не не только из славянских дабы республик но из там скажем киргизии или там прибалтики или бывает ну скажем даже российской федерации но там очень много населения не славянского вот и и когда я так вот сталкивался с разными людьми разных там национальных религиозных групп то в общем-то стало стало совершенно очевидным что сама по себе национальность или скажем страна откуда человек немного определяет в общем то то есть безусловно это нам какой-то накладывает отпечаток на человек но это не определяет его как допустим чека плохого или хорошего честного или жуликоватого допустим хорошего там товарища или плохого и так далее то есть все это не 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 получается вот так просто понимаете поэтому я вот шел шел и понял что на самом деле я как бы может быть не из последних но близко к тому значит выпускников то сказать советского народа было такое время когда я не помню какой там съезд партии в каком году это произошло но мы изучали вы знаете каждый раз когда очередной съезд вот материалы этого съезда все время изучались при всей пустоте так сказать происходившего все время что-то изучалось и вот в частности была такая мулька интересная идеологическая когда сказали брежнев там где-то выступал вот и он сказал что возникла новая историческая общность вот не было такого раньше новая историческая общность советский народ и возникла возникла там я не знаю ну ну допустим не то что я в то время сильно этим всем интересовался но сейчас уже задним числом вот я хочу сказать что пожалуй они были правы и во всяком случае если это не было тотальным таким что вот там 250 миллионов и всех советский народ то во всяком случае вот я как-то себя вот ощущаю частью вот этого то есть мне например совершенно без разницы там он из киргизии или украины или белоруссии или там еще откуда то есть вот вот есть какая-то общность да вот хорош человек и все и то есть у нас есть какие-то ценности общие которые мы разделяем вот так как то вот так значит поэтому тут можно шутковать вообще я не знаю как но я себя вот так определяю и вы нами вы конечно не знаете это потому что я вам может быть не обязательно рассказываю и глазом вы в комментариях не увидите поскольку у меня там фильтры всякие стоят и они в основном подхватывают всю эту дрянь которая мне пишут и вы ее не можете увидеть она отсортировается до того но я ежедневно получаю что-нибудь такое там там про жидов про предателей родины про продавшихся там за три копейки значит там америки и там еще что вы сидите какое удивительное количество есть вот всяких таких людей которым хочется высказаться и тут вдруг оказывается я отец славянской эмиграции я думаю что майор может быть он так подшучивать надо мной наверно не простой то майор вот но все равно приятно значит давайте теперь к плану военных действий искать что мы видим в плане в плане мы видим что значит способом легализации будет политического убежища и вторая часть плана состоит в том что на семью из четырех детей 4 человека из которых двое детей в общем-то небольших вот значит на эту семью у них там будет ну там 20 25 30 тысяч долларов которых хватит чтобы там не работать полгода пока получится разрешение на работу но там на самом деле мало этого там же надо еще заплатить юристу там надо еще как минимум приобрести автомобиль то есть на на все остальное но хорошо если у них останется 1015 тысяч с 15 тысячами так чтобы никто из них не подрабатывал 6 месяцев они наверно не проживут так так мне кажется вчетвером я даже не знаю где надо где нужно так поселиться и как надо жить чтобы вот на эти деньги вытянуть но на самом деле и не нужно так уж прямо но у чего же значит жена сидит с детьми там допустим ну скажем старший ребенок в школу пошел младший дома с мамой соответственно можно взять еще ребеночка можно взять двух ребеночков то есть много так не заработаешь ну допустим там ты щенку в месяц можно заработать а это уже неплохие денежки и муж значит тоже миллионов не заработает но допустим там полторы-две тысячи в месяц люди зарабатывают на самых разных работах я не знаю конкретно вот что допустим для майора там будет нормально не исключено что он с удовольствием и на стройке поработает не исключено что совершенно рукастый мужик и там может что-то делать я не знаю может быть даже с удовольствием некоторые говорят что вот мол нас настройки работы это унизить но я не знаю ну не работай на стройке работы в магазине вот на работа слава богу есть в общем дело такое я помню письмо вот было я разбирал его на последнем нашем прямом эфире там парень из франции писал и вот он говорит что во франции в отличие от америки люди которые ждут решения по политическому убежищу не могут вообще ничего они не могут открыть счета в банке они не могут работать нигде то есть у них нет права работать там через какое-то время там или что то вот то есть они работают нелегально то есть он где нормально вроде даже живу там как все нелегалы там как-то устроен там так далее но вот поэтому что тут сказать я я не вижу честно говоря каких-то проблем кроме одной единственной состоящий в том что им все-таки нужно на четверых получить визы туристические из украины но с другой стороны я надеюсь что к тому моменту когда до этого дойдет уже до получения виз украина уже будет иметь там безвизовый въезд в европу соответственно меньше будет ну как бы недоверия меньше будет ожидание того что люди хотят смыться вот таким образом они просто куда-то поехать так мне кажется я не знаю я думаю что все-таки свободный такой безвизовый въезд в европу все-таки должен повлиять на смягчение потому что сейчас там просто драконовские такие выдачи виз там я так мне кажется вот но посмотрим то есть это на мой взгляд это единственный план вот такой на смотрите у него образование уже айтишное причем ему это нравится соответственно как только появится разрешение на работу сразу появится возможность работать где-нибудь войти уже неважно там на какие деньги но все равно войти там не не работают нами на минимум бейдж там все равно побольше а пройдет годик то будет нормально вообще зарабатывать а пройдет 5 лет и будет просто шикарно зарабатывать и в это время детки подрастут жена работа пойдет там и так далее то есть все очень классно у них будет и я за этим письмом не знаю но вот я как бы вижу человека сильного болевого он я не стал зачитывать он участвовал он участник антитеррористической операции то есть как бы боевой офицер я думаю все должно быть очень хорошо то есть они знают зачем они едут они знают почему они знают как бы могут сравнить как бы наглядно вот один мир и другой мир и в общем все понятно поэтому ни одного ни одной прокольный ни одной прокольной идеи я не вижу вот только немножко беспокойство вызывает получение визы это правда я думаю что вот этот свободный въезд в европу как-то еще скажется я думаю что в негативном плане на обращение за статусом беженца в странах европы потому что когда народу много и желающих появится много вот так как бы поступить то наверное какие-то не знаю как это жесткость должна появиться в рассмотрении ну это так спекуляция просто умозрительно поэтому мне нравится план мне нравится что человек в состоянии заработать там сколько-то денег вот главное чтоб он там своей миротворческой миссии там по линии он как бы там не повредился и там жив-здоров было и все такое так что вот как отец славянской эмиграции я вот советую себя беречь и возвращаться целеньким здоровеньким а как вот до америки доберетесь дайте знать вот и будете в наших краях заходите заезжайте может мы когда-нибудь сюжет снимем вряд ли кто-то будет помнить эту историю там через столько лет но все равно приятно счастливо